Но я хочу, чтобы они прежде всего, и вы понимали, я уже нерешительный человек, нетрусливый, я не дрожу за свою шкуру, у меня нет богатства, никому не верьте, что я чего-то там у кого-то взял, наворовал и у меня там куча лежит. Слушайте, четверть века у власти, никто ничего нигде не нашел. Но такого не бывает. Сейчас можно найти при нынешней системе любую копейку. У меня кроме Беларуси ничего нет. Добрый день, уважаемые белорусы. Байпол продолжает раскрывать преступления Лукашенко и пособников его режима, в том числе на основе информации из баз МВД, которые виртуозно были взломаны киберпартизанами. Вряд ли для кого-то большой секрет, что самый главный коррупционер в Беларуси – тот, кто вот уже 27 лет громче всех кричит «держи вора». В сети можно найти различные топ-10 по резиденциям, автомобилям и даже самолетам, которыми единолично владеет Лукашенко. Сегодня мы расскажем вам о том, кто конкретно одаривал диктатора роскошными автомобилями или, более верно, кто давал ему взятки в виде названного дорогостоящего имущества. Да, тема автопарка диктатора не раз уже звучала в медиапространстве. Но такой полной и исчерпывающей информации еще никто не озвучил. Друзья, подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки и пишите комментарии. Только благодаря вашей активности еще больше граждан нашей страны сможет узнать о преступлениях, совершенных кровавым диктатором и его приспешниками. Чтобы вернуть нашу страну закон, правопорядок, равноправие и справедливость, присоединяйтесь к мобилизационному плану «Перамога». Сегодня, несмотря на впечатляющую численность наших рядов, еще очень много белорусов ничего не слышали об этом плане. Каждый из вас уже сейчас может приблизить день нашего освобождения от диктатуры, расклеить листовки, рассказать друзьям и близким о «Перамоге». И в план добавится еще несколько человек, а через них еще и еще. И так количество участников «Перамоги» вырастет, как снежный ком. Для реализации плана нам важен каждый участник. От одного человека может зависеть действительно очень многое. Присоединяйтесь к мобилизационному плану «Перамога». С «Перамогой» Беларусь станет свободной. Итак, представляем вашему вниманию топ-10 взяткодателей Лукашенко. Но сперва немного предыстории. Как известно, во власть будущий диктатор пришел на дутых антикоррупционных скандалах и обещаниях изжить на корню коррупцию в стране. Показательно, что с апреля 1993 и до самых первых президентских выборов в суверенной истории нашей страны Лукашенко возглавлял Временную комиссию Верховного Совета по борьбе с коррупцией. И все последующие 27 лет он лишь повторял свои обещания. Время от времени даже громко сажая за взятки своих прикорытников. Вот только почему-то раз за разом проворовавшиеся чиновники через некоторое время выходили на свободу. И в нарушение законодательства вновь возвращались на руководящие должности. Впрочем, разве могло быть иначе? Запомните, от председателя райисполкома, заканчивая премьер-министром, это кадровый реестр президента. И все, что с ними связано, мне докладывается немедленно по вопросам коррупции, хищения и прочих вопросов. И пощады вы не ждите. Уже люди стонут в некоторых районах. Дело нет, результатов нет, а он при людях, начиная от бани и заканчивая собственным там и для детей, и для себя жильем, указания раздает. Все на глазах у людей. Вы не думайте, что это сложно вас там вычислить. Никто знать не будет. Вы, наверное, уже забыли, как еще совсем недавно все утюги Геббельс ТВ трубили о так называемом сахарном деле. Громкий коррупционный скандал начинался в начале прошлого года как настоящий триллер. С разворота в небе над Европой рейса Белавия Минск-Мюнхен и его принудительной посадки в аэропорту города Гродно. Сегодня же это уголовное дело едва тлеет в многочисленных томах. А как же надувал диктатор щеки по данному делу? Как надувал? Я в детали не вникаю. Там попались и с погонами люди, сказал, всех под метлу в камеру, всех, даже вот самолет там нельзя было раньше задержать, одного из деятелей. Вернуть, сказал, самолет западной Европы, посадить в Минске и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор. Это была моя жестокая команда. Всех туда и будем разбираться. Все дали показания. Никто их не гнобил, никто их не бил, пальцы в дверь не засовывали, никто ничего не делал. Посадили и сказали. Только правду. Все написали, с кем были связаны, кому возили, кому давали, провели обыски. Собственности немерено. Там десятки автомобилей самых современных. Понятно. Если можно убить двух зайцев одним выстрелом, то почему бы и нет? И показал себя в очередной раз борцом с коррупцией. И принудительно сажать самолеты потренировался. В диктатуре оно-то всегда пригодится? Верно? Или вспомним зампредседателя Белнефтехима Владимира Волкова, осужденного в 2014 году на 8 лет лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере. Уже через полтора года все тот же Волков не только досрочно освободился, но и был назначен руководителем дирекции стройобъектов Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода. А уже 10 мая 2019 года диктатор, который сперва садит, а затем выпускает, проворовавшихся собственных же назначенцев, подписал жесточайший декрет номер 3 о дополнительных мерах по борьбе с коррупцией, в соответствии с которым для лиц, осужденных за совершение коррупционных преступлений, был установлен запрет на представление их к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким наказанием. Получается, что и в коррупционных делах, так же как и везде, иногда недозаконов. Байпол проанализировал сведения из базы данных АИС ГАИЦЕНТ, взломанных киберпартизанами, и установил, что главный борец коррупции одновременно является главным в стране коллекционером авто- и мототехники. Только за последние пять лет различные физические и юридические лица безвозмездно и, разумеется, конечно же бескорыстно поднесли ему в дар 31 транспортное средство на несколько миллионов долларов США. А если точнее, то по нашим подсчетам, согласно ценам по состоянию на октябрь этого года, стоимостью в 6 миллионов 181 тысячу долларов. Сразу оговоримся, что эти цифры не окончательные и могут отличаться от реальных цен на момент их приобретения. В большую, разумеется, сторону. Итак, первое место в топ-10 взяткодателей Лукашенко, сформировавших его царский автопарк, по праву принадлежит уже прославившимся во многих разоблачениях теневой жизни режима Алексею Алексину. Бывший чиновник, а теперь прикорыстный бизнесмен, торгующий оптом, нефтепродуктами и сигаретами, владелец так нелюбимой белорусами торговой сети «Табакерка», а также запустивший свои щупальца в мясопереработку, банковское дело и гостиничный-ресторанный бизнес. Кстати, еще в 2013 году Алексин задерживался Следственным комитетом в связи с расследованием уголовного дела о коррупции в системе Белнефтехима, но вскоре был отпущен на волю. Весь такой «благодарный-благодарный» и «щедрый-щедрый». Так вот, за последние пять лет Алексин подарил своему благодетелю в президентском кресле аж девять транспортных средств общей стоимостью не менее чем на 2 миллиона 262 тысячи долларов США. А именно, два «Майбаха-62С» 2011 и 2012 годов выпуска, каждый стоимостью 810 тысяч долларов США. Регистрационные номера этих машин 2398 МХ7 и 8441 ОИСЕ. Ретроавтомобиль BCC Vintage 2018 года выпуска стоимостью 340 тысяч долларов США. Регистрационный номер 9862 СЕ7. Кроме отделки кабины дорогой кожей в качестве декора в данном авто, используются вставки из дерева, а также драгоценные камни и металлы, в том числе бриллианты и золото. Интересен тот факт, что в начале 2019 года всего было собрано 16 таких автомобилей. Есть в списке подарков от Алексина и раритетные автомобили. Среди них Chevrolet Impala 1958 года выпуска стоимостью 175 тысяч долларов США. Регистрационный номер 4866 NA7. А также его сверстник из советской эпохи. ГАЗ-69 1967 года выпуска за 26 тысяч долларов США. Но поскольку семья узурпатора увлекается не только ездой на автомобилях, раскошелиться Алексину пришлось и на мототехнику. А именно, на Харли Дэвидсон 2017 года выпуска стоимостью 60 тысяч долларов США, Яву 350 1969 года выпуска стоимостью 10 тысяч долларов США, а также трицикл Spider-F3 SM6 2015 года выпуска за 21 тысячу долларов. Но звание самого милого подношения заслуживает маленький автомобиль Renault Twizy 2013 года выпуска за 18 тысяч долларов США. Впрочем, как и положено лидеру рейтинга взяткодателей, олигарх Алексин не ограничился перечисленными подарками. Будучи на посту генерального директора ОДО «Белнефтегаз», которая для обхода санкций затем была переименована в БН «Гарант», Алексин подарил своему хозяину еще четыре автомобиля на общую сумму 322 тысячи долларов США, в числе которых Range Rover 4-го поколения 2019 года выпуска стоимостью 140 тысяч долларов, Dodge Ram 1500 2016 года выпуска за 100 тысяч долларов США, Audi Q7 2009 года выпуска стоимостью 52 тысячи долларов и еще один ГАЗ-69, только теперь немного постарше, 1960 года выпуска стоимостью 30 тысяч долларов, регистрационный номер 9896IO7. Таким образом, общий стоимостьный эквивалент любви Алексина к диктатору составил не менее 2 миллионов 584 тысяч долларов. Щедрый вассал, что тут скажешь? Я могу вам сказать, у меня достаточно добрых, хороших людей, для которых 10 тысяч или 20 тысяч долларов не деньги. Второе место в топе взяткодателей с более скромным, но все еще поражающим воображением результатом уверенно занимает Кенинбаева Айджан Болатбековна, жена Максима Бакиева, который, кстати, приходится старшим сыном, находящимся в международном розыске, беглому экс-президенту Кыргызстана Курманбеку Бакиеву. Казалось бы, за что так благодарна чужая жена престарелому мздоимцу? Разумеется, за покровительство и укрывательство в Беларуси семьи Бакиевых от правосудия, ожидающих их у себя на родине. За неизменный отказ официального Минска на запросы Бишкека об экстрадиции преступников. Исключительно по этой причине в 2018 году в автопарке Лукашенко появился знаменитый Мерседес Майбах С600 Пульмангар, о котором писали все мировые СМИ. Но имя дарителя этого супердорогого автомобиля до сегодняшнего дня не называлось ни разу. Базовая стоимость авто составляет не менее 1 миллиона 400 тысяч евро. Еще раз повторим, данная взятка передана Лукашенко именно семьей бывшего президента Кыргыстана Бакиева. Через невестку последнего Кененбаеву Айджан. Имеются ли подобные автомобили еще у кого-нибудь из глав государств мира? Мы точно не скажем. Но поговаривают, что такого шикарного бронированного лимузина нет даже у нареченного старшего брата и главного спонсора последнего диктатора Европы – Путина. Особо впечатляет такая техническая характеристика Мерседес Майбаха С600 Пульмангар, что его броню невозможно пробить из штурмовой винтовки и даже взорвать 15 килограммами тротила. Кроме указанного авто, Айжан Кененбаева поднесла в дарь душителю белорусского народа мотоцикл Харли Дэвидсон 2018 года выпуска за 26 500 долларов США. Итого, общая сумма взяток от семьи Бакиевых составила не менее 1 миллиона 600 тысяч долларов США. Замыкает тройку лидеров-взяткодателей даритель еще одного нашумевшего автомобиля из автопарка Лукашенко – той самой Теслы. И нет, конечно же, это вовсе не Илон Маск, как бы неуклюже не пытался навесить всем лапшу на уши сам диктатор. У меня есть электрическая машина, знаешь, ты, наверное, Тесла, я иногда ее тестирую, Маск подарил. На самом же деле автомобиль Тесла Модел С 2017 года выпуска стоимостью 110 тысяч долларов США и регистрационным номером 5320 SE7 в качестве взятки за благоприятное решение вопросов на самом высоком уровне передал диктатору один из его любимцев – Воробей Николай Николаевич. Собственник компании «Интерсервис» и «Нефтебитумный завод», специализирующихся на оптовой торговле нефтепродуктами. Абсолютбанка и других компаний. И по совместительству подельник прикорытных олигархов Александра Зайцева и Алексея Алексина по компании «Бремена Групп», оператора особой экономической зоны «Бремена Орши». Кроме того, Воробей владеет контрольным пакетом акций украинского нефтепровода «Прикарпат-Запад-Транс». Примечательно, что большинство своих бизнес-проектов этот кошелек Лукашенко реализуют совместно с еще одним прикорытным олигархом Александром Шакутином. Но это, разумеется, не единственная взятка от Воробья. Кроме Теслы, он безвозмездно передал в автопарк диктатора также такой редкий и раритетный автомобиль, как ЗИЗ-110 1947 года выпуска стоимостью не менее чем 460 тысяч долларов США. Итого 570 тысяч долларов от Николая Воробья. Тоже немало, согласитесь? На четвертом же месте нашего рейтинга еще один обладатель белорусской фамилии и семейства пернатых. Знакомьтесь, некогда лучший друг, а теперь самый опальный бизнесмен, частый гость за стенок СИЗО КГБ Юрий Чиш. Это сейчас Чиш вот уже девятый месяц сидит под стражей. А ведь еще не так давно он являлся генеральным директором ООО «Трайпл», председателем наблюдательного совета футбольного клуба «Динамо Минск», возглавлял Белорусскую Федерацию Борьбы, любил, так сказать, диктатора и подкреплял свои чувства дорогими подарками, в том числе четырехколесными. Автомобиль Rolls-Royce Phantom в кузове купе 2008 года выпуска с регистрационным номером 8029 и R7 и стоимостью в полмиллиона долларов. А также автомобиль Pantera Calista 1988 года выпуска стоимостью не менее 23 тысяч долларов. Вот мы и подошли к середине рейтинга автомобильных взяткодателей диктатора. На пятом месте с комфортом разместился вечный спутник во всех путешествиях Лукашенко, эдакий Санчо Пансо доблестного псевдоборца с коррупцией Сергей Семенович Тетерин. До 3 августа 2021 года бессменный председатель Белорусской Федерации Тенниса, член потешной хоккейной команды, первый парубок на арбузной бахче диктатора. В данном случае взятку автомобилем замаскировали под подарок от принадлежащего Тетерину ОАО Bell Global Star, на которую он и был первоначально оформлен. И это Rolls-Royce Silver 1954 года выпуска, стоимостью не менее 225 тысяч долларов. На шестом месте кругление Александр Владимирович, генеральный директор торгового дома «Белтехника», московской прокладки по поставкам на рынок РФ, тракторов МТЗ, оригинальных запчастей и навесного оборудования, который подарил диктатору также Rolls-Royce, но только модели Ghost 2014 года выпуска, стоимостью 205 тысяч долларов США. Зачем же столько автомобилей одному человеку, возмутится нормальный человек? И действительно, тут уже давно пора лечиться. А вот седьмое место как раз у личного врача диктатора, Коношенко Светланы Леонидовны. От усердной служанки щедрый подарок – Bentley Continental 2010 года выпуска за 190 тысяч долларов США. К слову, Коношенко данный автомобиль по какой-то причине подарил российский бизнесмен Тряпочкин Вадима Александрович, ну а затем личный врач передарила его своему хозяину. Такая вот Санта-Барбара. Идем дальше. Следуя нездоровой и ненасытной логике диктатора, Rolls-Royce много не бывает. Именно так на восьмом месте нашего рейтинга оказался с виду обычный гражданин, пользующийся документами на имя Белова Анатолия Аркадьевича, который дополнил коллекцию Rolls-Royce диктатора еще одним автомобилем британской короны. 1954 года выпуска стоимостью не менее 100 тысяч долларов США. На предпоследнем, девятом месте скромно обосновался прижимистый Басков Дмитрий Юрьевич. Еще один прикорытный бизнесмен, соучастник событий, связанных с убийством Романа Бондаренко, некогда личный хоккейный тренер Николая Лукашенко, а сегодня новоиспеченный сенатор. В качестве взятки Басков передал диктатору советский раритетный автомобиль ГАЗ-20 1949 года выпуска, стоимость которого на рынке составляет не менее 52 тысяч долларов. Ну и замыкает преступную топ-десятку взяткодателей Лукашенко, директор торгового дома БАТЭ, Савин Василий Петрович, который передал в качестве взятки главному коррупционеру страны такое чудо с двигателем внутреннего сгорания, как багги-бомбардир 2013 года выпуска за 20 тысяч долларов. Зачем нужно багги-старику-кровопийце, непонятно. Возможно, нравится, как блестит этот бомбардир, а может просто потому, что на культиватор похож. Отдельно хотим вспомнить в рамках сегодняшнего нашего выпуска члена совета директоров компании ЕПАМ Карла Робо. В наш топ-10 как даритель он не попал лишь потому, что взятку у него, скорее всего, вымогали. Попросту говоря, отобрали транспортное средство именем революции. Именно на Робо был ранее оформлен один из многочисленных мотоциклов автопарка Лукашенко, а именно Харли Дэвидсон 2009 года выпуска с регистрационным номером 3849АА7 за 22,5 тысячи долларов США. И да, указанный список взяткодателей можно было бы продолжать, ведь кроме перечисленных транспортных средств в автопарке главного коррупционера страны находятся такие автомобили и мотоциклы, как Иш-49 1954 года выпуска стоимостью 10 тысяч долларов США, Москвич 2140 1981 года выпуска стоимостью 1700 долларов, BMW i3 2014 года выпуска стоимостью 60 тысяч долларов США, Харли Дэвидсон 2007 года выпуска стоимостью 15 тысяч долларов, Хорс F-160 2015 года выпуска стоимостью 1300 долларов и так далее. И пропаганда сколько угодно может говорить, что данный автопарк – это якобы всего лишь подарки, но статья 17 закона о борьбе с коррупцией строго определяет, что государственное должностное лицо не вправе принимать подарки за исключением сувениров, вручаемых при проведении протокольных или иных официальных мероприятий. Это же касается и супругов государственных должностных лиц и их близких. Именно поэтому, пытаясь удержать на разжиревшем на взятке лице маску главного антикоррупционера страны, диктатор постоянно оправдывается, что все эти подарки сразу же были переданы в распоряжении государства, а сам он – самый низший и честный президент в мире. Но повторим, закон строго запрещает чиновнику принимать что-либо кроме сувениров. Запрещается не просто оставлять себе, а даже брать в руки. Большинство вышеуказанных роскошных авто действительно были переоформлены через договора дарения либо в виде договора безвозмездной спонсорской помощи на собственную карманную армию. Материализованную воинскую часть 015-49, а именно службу безопасности диктатора. Откровенно говоря, мне на день рождения один российский человек подарил какую же там машину? Майбех. Майбех. Мне подарили, а я вам отдал. Вы можете спросить, а где ты гроши взял? Я могу вам сказать, у меня достаточно добрых, хороших людей, для которых 10 тысяч или 20 тысяч долларов – не деньги. И даже если на каждом Майбахе и Роллс-Ройсе нацарапать дарственную надпись и слово «сувенир», то и тогда эти материальные ценности останутся предметом коррупционного преступления, поскольку статья 22 закона о государственной службе гласит, полученные государственными служащими при проведении протокольных и иных официальных мероприятий сувениры, стоимость которых превышает 5 базовых величин, передаются в доход государства по решению комиссии, создаваемой руководителем государственного органа, в котором государственные служащие занимают должность. То есть судьбу автопарка стоимостью в миллионы долларов, переданного диктатору, должна была решать комиссия, сформированная самим диктатором. Вряд ли возможно представить такую ситуацию, что кто-либо еще из государственных служащих в сегодняшней Беларуси, кроме самого дряхлеющего мздоимца, сможет хоть иногда воспользоваться всей этой роскошью, формально переданной в доход государства. Ведь, как говорится, подарки не отдарки. Да и лапы у белорусского самозванца сгибаются лишь в одну сторону – к себе. Вот и получается, что врачам во время ковид-катастрофы под фанфары пропагандистов помпезно вручают списанные из других ведомств недобитки. А падишах и его свора позволяют себе любую роскошь. Вот только сколько бы ты ни крал, то на тот свет, как известно, с собой ничего не заберешь. Да и на этом свете каждому рано или поздно воздастся по его заслугам. Байпол напоминает, что после перемоги в Беларуси установится закон и конституционный порядок. И тогда вновь заработает весьма популярное среди коррупционеров статья 430 Уголовного кодекса – получение взятки, которое, напомним, состоит из трех частей – основного и двух квалифицированных составов взяточниства. А в самой тяжкой из них, в части 3, закреплено, что получение взятки в особо крупном размере либо организованной группой, либо лицом, занимающим ответственное положение, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 15 лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Впрочем, не забудут в Новой Беларуси не только тех, кто брал на лапы, но и тех, кто давал. Для последних в нашем Уголовном кодексе предусмотрена статья 431, в части 3, в которой, в частности, установлено, что дача взятки в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом или без штрафа. Вы спросите, в особо крупном размере это сколько? Ответим цитатой из примечаний к главе 35 Уголовного кодекса. Под особо крупным размером, ущербом в особо крупном размере, признается размер, ущерб, в тысячу и более раз превышающий размер базовой величины. На сегодня это составляет 29 тысяч рублей или в перерасчете 11 700 долларов США. Несложно подсчитать, что перечисленный нами автопарк диктатора только за последние 5 лет пополнился взятками на 528 особо крупных размеров. И эта юридическая оценка только для вышеописанных деяний, без учета иных преступлений диктатора и его свиты, которые Байпол уже раскрыл и продолжат раскрывать своих следующих расследований. Друзья, вместе мы способны освободить нашу родную Беларусь от диктатора и его приспешников. Чтобы прийти к Перамоге, мы должны объединиться. Режим пора остановить. Присоединяйтесь к мобилизационному плану Перамога, рассказывать о нем друзьям, родственникам и близким. Пришло время проявить себя и освободить свою страну. Живее Беларусь! Редактор субтитров А.Семкин